Друзья, такая неприятная произошла история. Я сначала вчера думала, рассказывать вчерашний инцидент или нет, но он оказался мелочью по сравнению с тем, что произошло сегодня. Вообще думала, ладно, не буду рассказывать, но сейчас уже понимаю, что, блин, почему бы не рассказать. Короче, вчера приехал Артём в 9 вечера. Маленькая пометочка. Ни со мной, ни с родителями моими, он не согласовывал, не договаривался, что приедет. То есть просто приезжает на ночь глядя. Я знала, что он приедет, потому что слышала, как он в разговоре с Луной вскользь сказал, типа, я приеду завтра, заберу вас. Мне он ничего вообще не говорил. То есть человек просто приезжает на ночь глядя в чужой дом. Детям он привез подарки, все хорошо, начинает играть. Точнее, нет. Я спускаюсь с Луной, спускаюсь с Луной, встретить его, как всегда, настроена. Короче, он как будто меня не замечает. Он не говорит ни привет, ничего, нифига себе, приехал вообще, по сути, да, ко мне домой. Я такая, ладно, в силу своего характера адекватного, оставляю такая Луна с ним, иду, сажусь к космосу на диван. Сидит космос, я рядом, космос играет. Он подходит вручить космосу подарок и реально встает жопой к моему лицу, вот так вот, и космосу вручает подарок. Хотя можно было с любой стороны подойти. Мне ничего не говорит. И я, окей, ладно, через 30 секунд встаю, ухожу к себе. Потом думаю, нужно у Артема спросить материалы, привез он или нет, пока еще ничего не произошло. Скорее всего, он может мне скинуть. Спускаясь с компьютером, прошу скинуть материалы, он начинает их скидывать. А до этого моя мама меня спрашивает, где Артем будет спать? Я говорю, в отеле. Она говорит, как в отеле. Я говорю, ну, вот так в отеле, он не будет здесь ночевать. В общем, спускается мама вниз и говорит Артему, чтобы... Я говорю, нет, не надо машину переставлять, потому что Артем сейчас уедет в отель. Артем в психе такой вырывает жесткие диски такой, такая сама давай, типа, ищи кого-нибудь другого, кто будет с материалами работать. То есть он еще и удивился, что ему я не разрешаю оставаться в доме. То есть он месяц вообще такой отсутствовал, все мои звонки скидывал, игнорировал, пришел, встал ко мне жопой. Короче, деньги мне не вернул. Ну, короче, в откровенно себя херово ведет. И такой, так его это задело. А я то, что месяц не могла... Так, сори, сейчас без эмоций. А я до этого несколько месяцев не могла пойти в квартиру к его отцу и забрать оттуда свои вещи, потому что мне туда нельзя. Как будто бы я что-то такое сделала, что мне нельзя туда. А он, значит, тут должен ночевать, его буду там кормить завтраком, обедом. В итоге, ну, у нас конфликт. В итоге конфликт, в ходе которого родители сначала встают на сторону Артема и говорят, что нет, пусть устает. Я говорю, нет, Артем здесь не будет оставаться. Артему приходится уезжать. Артем еще в процессе этого конфликта мне такой, что с тобой? Блин, чувак, со мной что? Это, блин, с тобой что? Ты месяц меня реально игнорил? Ты месяц просто, ну, ты не жил уже с нами два месяца, и тут ты удивляешься. Ну, ладно, родители ему говорят, окей, мы завтра едем в Москву, ты завтра приходи, но пока мы не вернемся, не уезжай, пожалуйста. Наверное, не хотели, чтобы я одна с детьми оставалась. Ну, типа, сложновато, да, одной с детьми, наверное, думают. И что вы думаете? На следующий день приезжает Артем. Сначала немного мило играет с детьми, потом подходит ко мне и заявляет, давай, с тобой, отбирай Луну, я ее сейчас увожу в Питер на неделю. Я считаю, что такие вещи нужно обсуждать заранее. За неделю, за две. Один родитель звонит другому и говорит, я хочу забрать. Как ты? И второй родитель говорит, допустим, нет, я считаю, что неделю это много. Даже когда я уезжаю на один день в Москву, Луна меня ищет, и скучает без меня, мы с ней вместе спим, она ночью всегда ко мне прижимается. Ну, короче, я считаю, что неделю это много, учитывая, что до этого мы два месяца живем раздельно, а месяц мы живем вообще в разных городах, то есть он ее вообще даже не видел. И Артем такой, нет, я ее заберу, ты что, не поняла, что ли, что с тобой никто не будет разговаривать? Я отец, я записан у нее как отец, к сожалению. И это, знаете, акт был моей доброй волей, потому что Артем реально ничего не сделал для того, чтобы Луна появилась на свет. Он только страдал, мучился, никак мне не помогал, вот вообще палец о палец не ударил. И такой, я буду там сам решать, когда ее забирать. Короче, стремно при детях разговаривать со мной, я возражаю, что нет, на неделю я против. Мне еще и показывает пальцы на детей, типа давай при них не надо начинать, то есть он создает ситуацию, а мне реагировать на нее нельзя, потому что дети это услышат. И я ему говорю, он такой, я в любом случае увезу, с вещами или без. Я говорю, ну, я как бы против, я тогда звоню в полицию. Потому что я считаю, что так вести себя некрасиво. А мы должны были сесть, обсудить. Я совершенно не против, чтобы он приходил, видел ребенка, вот приезжай, сели здесь в отеле недалеко от дачи, приходи каждый день с утра до вечера, можешь играть с детьми, потом уходить. Если так принципиально поехать в Питер, то мы тогда состыковываем наши две поездки, едем синхронно на разных тачках. Там в Питере нахожусь я и ребенок параллельно, чтобы в любой момент я могла ребенка увидеть, чтобы его приводили ко мне на ночевку. То есть я реально думаю, что для ребенка двух с половиной летнего это немного странно, что месяц там, потом вдруг неделя там. Больше меня смущает вопрос, что меня как мать ни во что не ставят, пытаются меня реально задавить, продавить. Так вообще не делается. Зимой уже был подобный случай, но он был более мягкий, потому что Артем как бы уехал с Луной погулять, но потом у него типа не было сил уже вернуться обратно. А здесь, то есть я заранее говорю, что нет, я не согласна. И мне говорят, завали хлебало, я сделаю так, как я считаю нужным. Вот. И хорошо, что, кстати, у меня есть видео, как он себя вел, но на видео он, конечно, ведет себя нормально. А так он агрессивно себя ведет. Я начала звонить в полицию, он подошел, вырвал телефон у меня из рук, выкинул его с лестницы второго этажа, телефон разбился, но, к счастью, он работает. Я пошла закрыть ворота, он вырвал у меня замок из рук. Жалко, что у меня такая кожа, на которой никогда не появляются синяки, потому что у всех остальных девушек он отбирает замок. Я не могу при детях себя вести истерично, типа бросаться там на машину или отбирать Луну, потому что не хочу им этот лишний стресс устраивать. Я дозваниваюсь все-таки в полицию, но полиция не так быстро приезжает, типа это там участковые, мы передают, мы же на даче. Вот, и он в итоге говорит мне, давай, кресло Луны было разобрано, он говорит, давай, собирай кресло, иначе я уеду с креслом космоса. Я начинаю собирать кресло, потому что понимаю, что он сейчас, ну, все равно ее везет, потому что драться я с ним не буду, шокировать детей я не буду. Уж лучше пусть Луна едет в безопасном кресле, который соответствует ей по возрасту. Начинаю собирать, он такой, что так долго, ну, а оно реально, знаете, там сложно, я его простирала, все разобрала, все чехлы, лямки сняла. В итоге он ждет минуту, не дожидается, просто сажает Луну в машину, в кресло космоса и уезжает. То есть я теперь с космосом выехать никуда не могу, потому что у меня только детское кресло. Это что-то крайне неадекватное поведение, крайне неадекватное. Взрослые люди так себя не ведут, взрослые люди садятся, обсуждают, и если вот есть два варианта, один один хочет, другой другой хочет, никому не подходит, ну, друг другу вариант не подходит, они ищут какой-то вариант, который более-менее будет отвечать требованиям этого и этого. Тем более я не препятствовала встречам, тем более до этого он месяц вообще не появлялся, ему вообще было пофиг, вот. И знаете, в чем сам прикол? Сейчас по дороге он уже написал няне, типа, чтобы няня посидела с ребенком в понедельник. То есть он хочет забрать на неделю принципиально. Вот с таким скандалом, то есть он буквально похитил ребенка. Ребенок маленький. Я созванелась адвокатом, адвокат говорит, что до пяти лет не имеет права отец себя так вести, тем более что он не является как бы полноценным опекуном. Опекуном являюсь я, потому что ребенок со мной проживал с самого начала, а с Артемом он находился только эпизодически. Это ребенок мой и твой. Ты бы была с ним месяц, теперь я буду с ним неделю. И так, ну, видишь, неравнозначно. Так я месяц была, потому что ты просто не приезжал. Ну, видишь, теперь я приехал, на неделю едет со мной. Так, а я считаю, что это крайность, и сначала месяц не появляться, а потом на неделю забирать. Я буду теперь больше. Нужно забирать периодически, чтобы вот ребенок привыкал на месяц, а потом на неделю. Мария, это твое мнение, у меня твое мнение настолько безразлично, ты даже себе не представляешь, я не хочу это слушать. Я папа, в документе так написано, ты можешь посмотреть. Папа может забирать, если хочешь периодически как-то. Мамыш, не волнуйся, все хорошо. Да, нам, видимо, если ты не понимаешь, нам придет совершенно теоретически. Дело в том, что я не хочу просто, чтобы Луна переживала, потому что она... Мы не будем переживать, у нее много будет дел в Питере, мы будем много всего делать. Ну, я не хочу, чтобы она скучала, у нее всегда много дел. Мы не успеем это скучать. И она, ну, постоянно меня ищет. Приедь тогда Луна по прописке же будет относительно. В Питере, она из Питера. Что ей в Москве, я должен ее тащить. Потому что ее мама здесь находится. Пусть мама подъедет. Почему я должен возить туда-сюда? А почему мама должна туда-сюда возить, чтобы забрать ребенка? Я не знаю, а что-то мама мне оставит такие условия, через три дня быть. Ладно, пупс, все, не напрягайтесь. Ну, зачем мы это сейчас обсуждаем? Все хорошо, малыш, я же тебе объясняю, что мы взрослые, у нас... Ты пошла работать, иди работай. Ты должен был это обсуждать со мной изначально. Нет, ты должен был со мной это... А не сейчас я вдруг... Все, тихо, иди работай. Нет, а не сейчас я... А не сейчас я вдруг резко. Ой, я все объяснила. Я вам объяснила, что у нас свои разговоры, что это вообще никак детей не касается. Детей все любят, детей все обожают. А мы взрослые, у нас есть свои вопросы, с которыми мы обязательно разберемся. Так что все нормально. И это ты создал необходимость и сейчас об этом говорить. Ты стоишь здесь, я не понимаю. Ой, у тебя ноги вижу. Я стою, обсуждаю. Я не день обсуждаю, что ты просто говоришь. Говоришь. Зачем ты сидишь? А, в общем, такие вопросы нужно заранее обсуждать. Нет. Заранее согласовывать. Я тебе писал про это. Я не знаю сколько раз. Покажи. Смотрю, смотри. Покажи, где ты мне писал. Я писал, говорил. Ты ничего такого не говорил? Что значит, что я не говорил? Не знаю, никогда не говорил. Я не сомневаюсь, что Луне будет хорошо, потому что... Я не сомневаюсь, что Луне будет хорошо. Потому что Луна его любит. Космос тоже любит Артёма. Артём с ними отлично играет. Но зачем таким путём эта сцена? Очевидно, что это акт просто как бы в мою сторону, а не в сторону детей. Потому что видеться с детьми. Если у тебя цель именно видеться с детьми, проводить с ними время. Ему вообще никто это не запрещал. Почему я не отобрала ребёнка? Потому что я, во-первых, боюсь реально Артёма. Он больше не меня. Он неадекватный. Несколько раз в жизни он уже замахивался на меня. И сегодня он уже вырвал силы. То есть я отбирала назад, но он вырвал телефон у меня из рук. Выкинул, вырвал замок. И я думаю, что если бы я какие-то такие действия делала, типа отнять ребёнка, во-первых, дети бы стрессанули. Да, для меня это вообще не хочу. Во-вторых, но он бы просто меня... Во-вторых, но он не хочет. Последний сториз на эту тему. Мне тут некоторые пишут, да, ты, конечно, неадекватный. Папа просто хотел забрать ребёнка. А ты такая... Всё довела до истерики, выложила всё на публику. Но, во-первых, он там начал про меня тоже что-то рассказывать о себе в сториз. Хотя мне всё время говорил, что, блин, в сториз укладывать лично это вообще дно, днище. Я ещё думала, выкладывать эту историю или нет. Потому что, блин, думаю, ну... Уже что новое, блин? Уже все-всё и так знают, какой Артём человек. Вот. Нормально ребёнка забрать? Блин, муха пристала. Нормально ребёнка забрать? Это когда просто за одну-две недели позвонил, написал. Планы такие, хочу так. Обсудили. Всё, приехал, доброжелательно. Мэри, привет. Всё там поиграл. А не вести себя демонстративно, унизительно при детях со мной, игнорить меня, никак со мной не обсуждать и просто проверить, насколько он может взять и вот так вот схватить. ... Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...